Встречал тут Виталия Калиникова. Вчера первый день там пасть. Позавчера даже получается. И увидел, что Володя говорит, надписи то нету что-то на камениста. Ее сорвали. Промокло и все. Ну вот сегодня собрался. Это уже пятое число сентября 2018 года. Сегодня у нас среда. Если ошибаюсь, вот видно будет. Ну и вот все приготовил. Один приехал. Володю не стал трогать. Виталий пасет. Надежду Васильевну попросил написать. Она написала. Я маленько красненьким подправил. Взял свой инструмент. Инструмент один. Молоток. Щипцы. Вот все. Красненько, чтобы не потерялось. Дощечку напилил запасную. Ну там у меня баночка с гвоздями. Вот так. Разного калибра. Ну и приехал. Ну и считаю, что все уже закончено. А это вот наши перила, чтобы туда не затянуло кого опереться. Видите как? Красно-синее-белое. Тут легко догадываться, что это такое. Вот сейчас попробую перейти на ту сторону. Ноги-то не очень работают. Может и не надо переходить. Успугался. Подскользнусь с аппаратурой. И на этом все. Лучше мне, наверное, залезть. Тут патроны. Вон видно стреляли. Я увидал патроны. Охотники были. Уток колотили. А там бобриная хатка, видать. Вон, где. Вот она, видать. Нет, не посмел. Сапоги в глине. Я могу подскользнуться. Посмотреть хотел надпись с той стороны. А это вот мы сделали такие парапеты. Я на велосипедике приехал. Ко мне. Ездра был тогда сильно помог. Да все, кто бы ни был, помогали. Галендухин Владимир Юрьевич. Вот так. Вот здесь сейчас надо вот по этой исти. Это, конечно, намного труднее, как бы. Но зато безопаснее, так думаю. Вот так. Вот карабкаешься. Стина. Кто-то посмотрит, скажет, велика нуждающий. Ну вот камни скрытые. Может подскользнуться. А тут вот подо мной уж и жердочки. Я вот иду по ней. Тут держусь. Прибиты на столбах. Как мы считаем, крепко прибиты. Ну и вот ветер дует. Тут подо мной рядом прямо камыш. Если бы у нас все хорошо было сделано. Доска. Это вот камень. Я думаю, чтобы вода текла по северам. Вот этот парапет. Это как раз для того, чтобы воду сюда загнать. Ну, перешел. Перешел. Я сейчас по парапету, по камню иду. До сухого места. Ноги-то плохо смотрят. Ой-ой-ой. Патрончик бросили. Уточки бедные бьются. Им некуда спрятаться. Грачей много. Хоть где могут напитаться. Их никто не трогает. Вот здесь. Лишь дно каменистое. Надо спрятать дощечку. Тоже не очень-то уже видно. Люди подъезжают. Я понимаю. Там видно дорогу. Но что здесь? Вода течет. Видно, что вода течет. А что там под водой? Не знаю. Это так он человек глянул. До каменистое. Ну, если не обманывает, то и ладно. Вот вода. Течет. Может отсюда ноги-то опавоптер маленький. Мелкое камне. Нет, не пройти мне тут. Камни, притом, камни вон в этой в тени. Я могу поскользнуть и рухнуть в воду. А камни, которые эти, они не проще стоят. Большие камни мы выбрали. Тогда переходить можно было легко. А сейчас апыкак. Вот она вода течет, и течет. Ну, и труба, говорит. А в трубу? До весной это вот расстояние 4 метра, и высотой в метр идет. Да где ж такую трубу найдешь? Диаметром 4 метра или что? Это никак не пропустить. Несколько труб надо. И то вода идет по логу. А тут она просто идет, падает туда. Ну, а дальше лог. Это вот столбы. Это эти столбы. Ну, примерно, может быть, 180-190 лет назад. Я примерно догадываюсь, как. Большие глиняные ямы. Зимой листья сюда бывали. Чтобы в ней была смола. И потом разведели и звездку, и в звездку ставили. А потом эти вот столбы. Они никогда не гниют. Вот. Ну, два столетия, посчитай, позади. Они никак по-другому не могли. В этом месте, вот где она стоит, тут и дорога была. Там дорога была. Это я еще помню. Мост настоящий был. Вот под этим мостом ласточки жили. Ну, и все остальное. Вернулся я. Не решился. Показать, какие здесь мы наложили парапеты. Вот один, и здесь второй. И доски еще. Вот так. Пытаюсь сейчас посюда пройти. Вот я вверху можно держать. Вот только что подошел. Ну, тут тоже надо думать. Скажут, а надо, не надо. Ну, раз приехал, надо посмотреть, как тут. Это я под эту подсел. Потихонечку сейчас перехожу. И прямо нахожусь над протокой. Ее видно, вода течет. Так-то бы и не увидели, как она. Видите, вода чистая абсолютно. Колодца нету. Тут можно все набирать и пить. У нас такое все здесь чистое. А там облака. Видать, как лучи солнца идут. Красота. А вот если кверху поднимемся, увидим, как горох убирает барабаш сегодня. И вот какой-то детали. Что-то у него там у трактора машины нету. И он уже вкорчену оттуда машину нанял и проехал. Я тут иду по этой. Красная под рукой у меня. Красная, синяя, белая. Вот так. Опять пропуск не покрашен. Красная, синяя, белая. Нынешняя только красная покрасили. А там другая-то держится. Да была не красная, а розовая просто. Вот так. Вот так. На камушке. Да и слава богу. Перешел. Вот как работа сделана. На душе легко. Отсюда человек едет и сразу видит дно каменистое. А, нормально. И тут видно, скажи, там дорогу видать. Выходит и в воду. И глубина тут, ну, сантиметров 10-15. Больше нету. Это никто не застынет. А там дно каменистое. А дальше там, видно, бетон. Это Павел наш делал проход туда коровам. А вверху вот это вот бальки, называется бальки. Вот эти вот коричневые. Их много тут, красивые. Городские это люди, это все считают за украшение. Вот так. Что же тут у меня... А, я ушел вот от своего инструмента. Надо дощечку спрятать. Вот так. Это я ее загнал за кирпичи, чтобы она туда зашла. Я один тут, поэтому так снимать неудобно. Вот. Что тут у нас еще? Вот так. Щипсы, молоток. Все это в сумочку. Вот. А чтобы здесь... Что у меня тут есть еще? Я у нас... Ну, чтобы везти гвозди не рассыпались, гвозди. Вот я гвозди отберу. И туда бумажку закатываю. Вот так она уже никуда. Ну и... Все на этом. Я почему не упрещаю, охота подняться на бугоровок и показать, где барабаш работает. Вот так. Сейчас это щипцы туда не попали. отсюда поеду взял корм мордошку поехали сейчас я на бугорок поднимусь и тут как бы заливщик такой получается заливщик небольшой но корову приходят и пьют напиться хватает чтобы было молочко с посуда я сейчас иду поднимаюсь наверх было бы кто-то двое тут было бы намного легче так как один показать лох сейчас сверху поднимусь и покажу лох как потоп шел потоп но и в потоп лога это наилучшее доказательство что был потоп здесь гор нету а еще ради вот такие лога лога это протоки воды это не бульдозером рыли их нет вот и на возвышение сейчас иду поднимаюсь покажу лога на потом поеду а там где-то пасет виталий поднялся вот поворачивает дорога вот я был озерко это дальше там поднимается дорога дальше 2 мостик и там а дальше он где кусты вот кусты а за кустами дальше там видно протока протока видать вот она заворачивает влево и там даже наш шлюз столбик видать не знаю видно нет вот солнце лучи а вон далеко дымы как по это пыль горох убирает барабаш какая пыль столбом стоит у человек там да как он здорово это свое вот вот этот лог который у нас где мы рыбачим оттуда идет лог он начинается прямо около кладбище у нас там и там поля уже нормально идут и вдруг здесь уже сколько тут и километра километра нету и если вот разрастается в такой видно вода вода вот где как била но мало туда прошло ее а дальше завернула туда почему-то тоже что-то препятствовала и вот она как билась в берега вот она берега билась вода вот и ударилась и дальше идет дальше еще один поворот идет и она соединяется там он где кусты там и тогда это идет дальше лог идет идет и главный лог где второй мостик это главный лог и дальше он сверху который в потеряевку путь там стал бы видать высоковольтные оттуда вода вся хлестала сюда тут туда все просто ну и туда несло мертвых животных людей еще никто не знает чего нефть образовалась говорят из трупов но то сколько же трупов то было тогда кто его знает был тут виталия поехал когда сюда но его уже нет он куда-то угнал он слушается как вести а там столбы идут корчено так нам электричество потеряевку идет вот так отсюда плохо видать ну все на этом а это даже вот деревья растут это самый лагерь который стал музеем 64 дерева или 62 там и строение какие-то ну мазанки ставят на навозной кучи и вот прицепились нам убрать убрать то есть память уничтожить память русских людей сделать манкуртами да разве с таким сердцем можно ставить на руководящую на какую-то должность в библии самые грозные слова говорятся про судей судей прокуроров не было это петр первый вел то есть судим нельзя стало доверять надо их проверять было и у них только обвинительный уклон прокурор говорит добавить у него не убавит а добавит вот здесь такая же история а что сделать ничего молиться у человека неточные сведения неправильно может там воспитание короче безбожник любой сколько пишут там прокурор края или области застрелился в другом месте взятки почему одна жизнь другую не верит а раз не верит значит берет жизнь все что можешь как у нас раньше говорили чтобы обернулся перед смертью а там толпа голых баб и гора пустых бутылок все другого ничего у него и не было и ради этого он и все остальное делала глядишь и не попадешься а вот генеральный прокуратура ну какая она генеральный всех же самых людей кто-то там рядом кто-то продвигает друг друга главное это совесть совесть первичные евангелия говорит англатоуст вот я сколько судился когда освободился пришел к выводу что судьями ну и прокурорами ну и все остальное следователи там защитники должны быть только верующие независимо от того баптист 50 их адвентист буддист мусульманин христианин не имеет значения католик ли лишь бы знал что за гробом есть возмездие за злые дела за неправду который делал а если этого нет твори выдумывай пробы тут на первом месте тогда маяковский все на этом поехал я домой